У нас последний заказный доклад, который человек, малыш, ждет уже с самого утра. Я, к сожалению, после обеда только узнал, что он подготовил специально на круглый стол этот доклад. Я хочу предоставить слово Хадырову Урверу, представителю правозащитного движения Крыма, который нам расскажет о ситуации, которая сложилась в Старом Крыму, по проблеме нарушения культурных слоев, многих вековых культурных связанных с проведением газовых коммуникаций и так далее. Подробно он все это рассказывает о выступлении. Пожалуйста, Анатолий Курасов. Я не знаю, что уже в Адухаву, в пост, в Адухаву, но все равно я попытаюсь изложить проблему, в Адухаву, которая сложилась на сегодняшний день в Старом Крыму. То есть, почему именно на эту проблему я хочу озвучить себя, потому что здесь представители коренных народов и то, что история Салхата непосредственно касается истории коренных народов. То есть, это объединяет всех здесь присутствующих, поэтому проблема Салхата, это не только Крыма, это не только проблема Крыма, но и всех коренных народов, которые населяли Крым. В общем, до Рамадана, где-то 20-х числа июля, представители правозащитного движения Крыма в составе группы представителей общественных организаций и прессы выезжали в Старый Крым. Выезд состоялся по приглашению археолога Александра Викторовича Гаврилова, старшего научного сотрудника Крымского филиала Института археологии Национальной Академии Наук Украины. Гаврилов сообщил, что при строительстве газопровода были нарушены грубые нарушения, а именно в результате при строительстве был нанесен урон археологическим объектам. Археологические объекты оказались на пути прокладки траншей газопровода. На поверхности земли были выворачены, а затем в спешном порядке закопаны около 20 объектов, имеющие археологическую ценность, таким образом скрыв следы нарушений. Все эти в спешном порядке скрытые объекты нуждаются в исследовании, потому что траншея газопровода прошла по территории древнего Салхатского городища, имеющего историко-культурное назначение. К культурному наследию был нанесен непоправимый ущерб. Археолог Гаврилов, сославшись на особую методику, указал цифры в миллионы гривен материального ущерба, а моральный ущерб он вообще отказался оценить, ибо объекты утратили целостный вид. Далее журналисты и правозащитники были приглашены на недавние исследования на один из обнаруженных объектов. О сенсационном открытии археологов было сообщено в СМИ. Сообщалось, что обнаружен он был при прокладке газопровода, но то, что при этом имелись нарушения, не освещалось. Обнаруженный объект баня, по рассказу ученого, являлся сложным инженерным сооружением не только для того времени, но и для сегодняшних дней. Площадью 100 квадратных метров в ней три помещения, которые объединены керамическим водопроводом и каменными каналами. Сооружение указывает на высокий уровень развития науки в средние века. То есть 13 век, да, и сооружение, инженерное сложное гидротехническое сооружение, баня, показывает уровень развития в Салхате в 13 веке. Ученые сказали тогда, что такого уровня сложности не было даже в Европе в то время. То есть уже говорит о многом. Ученые датируют находку второй половины 13 века и подчеркивают, что построение баня сверхсложное и нетипичное для этого времени. На этом следует сделать акцент, ведь в современной исторической интерпретации говорится о работорговцах, разбойниках и прочем. Совершенно умалчивается о центре Копчакского государства, а уж тем более об уровне цивилизации и культуры древнего города. Обнаруженное указывает на то, чтобы мы, потомки тех, кто жил в Салхате, требовали исследования и придания публичности данным. Возмущает, что делается вид, что территория, по которой ведется прокладка газопровода, ничем не выделяется от остальных территорий, что обнаруженный объект найден совершенно случайно. В действительности земля Старого Крыма просто насыщена историческими артефактами. Введение в ее окрестностях строительства непременно требует археологического исследования. Организация, ведущая прокладку этого газопровода, не провела согласование проекта во всех необходимых организациях, в частности Республиканского комитета по охране культурного наследия, и начала самовольную прокладку этой траншеи. В результате они и разрушили эту баню, выявили ее и разрушили. Так говорил Александр Викторович, когда мы с ним встречались. С большими усилиями ученым удалось приостановить прокладку газопровода, заняться раскопками. На место в срочном порядке выехали представители Республиканского комитета и Института археологии, где был составлен соответствующий акт. При хозяйском подходе, укрыв этот археологический объект стеклянной пирамидой, обнаруженное открыло бы большие возможности для развития туристической индустрии в Крыму, было бы дало возможность трудоустройства местных жителей. Такой подход имеется во всех странах с развитым туризмом, однако проведенное с нарушением строительства лишает Старый Крым такой перспективы. Выявлены объекты из числа 20. Это три рва, от которых произошло название города. То есть археолог явно увидел в этой траншеи кладку каменную, которые свидетельствуют о том, что это были именно те рвы, от которых происходит название Крым. Все они нуждаются в доисследовании, но возникают проблемы юридического характера, говорит ученый. Некоторые земли, по которым проходит газопровод, находятся в частном владении, в том числе и те, где находятся эти рвы. Более того, чему следует уделить внимание, это то, что после завершения строительства газовая труба высокого давления будет находиться в охранной зоне. То есть охранная зона несколько метров сюда, несколько метров туда, что чревато тем, что эта охранная зона может, если не будут прикриняты меры, навсегда лишить возможности исследования ценного и важного для нас исторического материала. Организация ведущая строительство, вопреки предписанию, в нескольких метрах обошла археологический объект, буквально мы вот видели, там метров пять они сделали такой круг, опять же наткнулись на археологические объекты, выворотили их, закопали, трубу положили, опять закопали, то есть никаких археологических исследований они проводить не стали. Культурное наследие утрачивается, данные, которые в отличие от историков, пишущих историю в угоду политическому моменту, свидетельствуют о том, что на месте современного Старого Крыма некий достоял величественный город, как минимум в три раза больше, чем считалось ранее. На сегодняшний день ученые не изучили и десятые доли части Старого Крыма. Существует международное обязательство Украины, в частности, Европейская конвенция об охране археологического наследия. Эта конвенция прямо требует у присоединившихся к ней государств внедрения процедур, наблюдательных, научных и так далее, в политике планирования застройки городской и сельской территории, культурного развития. Этой конвенцией международное сообщество возлагает ответственность за охрану археологического наследия непосредственно государству-участницу, поскольку, по их убеждению, археологическое наследие является главным элементом познания истории человечества, однако, вопреки всему, строительство газопровода продолжается. По словам археолога, строительство может быть законом только после исследования территории археологами, должны быть внесены поправки в проект по рекомендации археологов-ученых, и ветка газопровода должна перенесена в то место, где будет минимальный ущерб городищу. Несмотря на все предписания, остановить прокладку, она все-таки ведется по тому проекту, который был передан организацию-подрядчику, что чревато продолжением уничтожения национального достояния. На сегодня известно, после того, как наш выезд и некоторые в прессе уже освещены эти проблемы, было, что Республиканский комитет по охране культурного наследия подал заявление в прокуратуру. Возможно, именно после того, как это получил именно общественную огласку. Наша организация, то есть правозащитное движение Крыма, также подала заявление в прокуратуру, где частное указало, что юридическим лицом, осуществляющим соответствующую работу по прокладке газовых труб, является публичное акционерное общество Крымгаз, улица Училищная, 42А, город Симферополь, АРКрым, председатель правления Дрюбной ВИ. Имя было получено два предписания от Республиканского комитета. Вопреки этим предписаниям остановки строительства и масштабного проведения археологических исследований, они обходят, опять-таки нарушают законы и опять продолжают свою работу. Все о том же правовом нигилизме, да? Заказчиком выступает Главное управление капитального строительства при Совете Министров Автономной Республики Крым. Изготовитель проекта якобы уже не существует. То есть теперь надо искать, кто понесет ответственность за то, что там такое грубое нарушение происходит. И далее в своем заявлении руководствуется Законом Украины об обращениях граждан, Законом Украины о прокуратуре, Европейской конвенции об охране археологического наследия, Законом Украине об охране археологического наследия, Законом Украине об охране культурного наследия. Мы попросили органы прокуратуры оказать содействие в защите археологического культурного наследия, принять соответствующие меры прокурорского реагирования по фактам, изложенным в нашем заявлении и ответ прислать в кратчайшие сроки в связи с продолжающимися противоправными действиями организации-подрядчиками, ведущимися в строительство, угрозой безвозвратной потери культурного наследия. Потому что мы видели, что баня, которую они раскрыли, откуда достали кучу исторического материала, была вот так вот рубец такой, траншея экскаватора прошла, и она уже как бы тот целостный вид, который имела, в течение этого, да, нарушена, и уже практически, как бы, портел. Да, ну, нанесен, явно видно нанесение урона такого сильного. Вот, в принципе, та вот ситуация, которая сейчас в Салхате происходит. Мы ожидаем в ближайшее время прокурорского реагирования, должны нам отписать поэты, и в дальнейшем мы будем все-таки, если не будет адекватного реагирования, выходить на международные организации, то есть напомнить государство Украине о той конвенции, которую она подписала, вот, и уже является это. То есть сохранение, почему так важно, да, сохранение того, что там находится. Приезжают ученые России с Эрмитажа, которые ведут там раскопки. Можно, да, вы обращались в Институт Крымского университета искусства и дуризма, они копают вместе Старый Крым с Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Вот у них официально проводится на три месяца лета лагерь, сейчас было вывешено объявление, они как бы раскапывают Старый Крым. Все находки, которые они находят, увозятся в Эрмитаж, потому что Эрмитаж в плане. То есть от нас скрываются исторические данные, да, о том, что, то есть баня, которая показывает высокий уровень инженерного искусства, так сказать, да, она для нас преподносится как сенсационная, да, то есть говорят, что вот баня нам сделала сенсационное открытие и говорит о том, что здесь был высокий уровень цивилизации. Далее, что будет с тем, что они находят после того изучения и так далее, куда уйдут эти данные, да, кто будет анализировать и кто будет вносить поправку в историю, да, в историю, основываясь на том, что нашли археологи. Сам ученый болеет за дело, однако для местных жителей стало привычным то, что они живут среди, как бы, вот этого, кругом археологические объекты, мечеть Бейбарсен, мечеть Узбека, там руины, караван, сарай, в огороде он копает, что-то находит, вот такое, он это оставляет и уже для него это становится привычным. И это дает возможность для таких организаций, которые ведут строительство без всяких археологических согласований, проводить такие вот работы, нарушающие право, да, и, тем более, нарушающие право наших, да, вот, как коренного народа. Коренных народов в общем даже, потому что по историческим данным Салхат, СК Хрем, да, он был конгломератом, да, там очень много было разных народов проживало, много разных религий, велась активная торговля со всего Европы, с Малой Азии, там очень много, это СК Хрем лежит на шелковом пути, лежал в то время, и поэтому получил такое развитие. Вот, в принципе, вот ситуация, которую хотел озвучить, и хотел попросить в резолюции, как бы, отметить, как бы, обращение от коренных народов в плане сохранения культурного наследия и адекватного реагирования властей на данную проблему. Можно, да? Да, Медитарх. Корные подсказки. В общем, как Салхат, куда ногу не поставишь, это историческое, вот, люди находят, там надо частного или народ подключить, чтобы вот это все собиралось с кем-то. Вот такую надо сделать, практически, чтобы исторические вот эти вещи находили, и собирать же там, самим делать, чтобы, как всегда, Россия дерванила и увезлась, вводит слово «Вермитаж», да, все наше там прячется. Теперь, что делают в этом вопросе, вот вы не обращались, лидеры, Мичлиса, так называемые? Ну, насколько я изучал проблему, было выездное заседание в 2008 году, там участвовали представители Крымского инженерно-педагогического университета, историки, представители Мичлиса были и местной общественности. Они озвучивали проблему, но, опять-таки, нет ресурса, то есть людского ресурса, который непосредственно мог бы это делать. Ну, народ на своих плечах должен, вот музей там надо начать практически, чтобы не исчезало вот это все, на местах. На сегодняшний день, когда есть проект, проект создания общественной организации по оснащению наследия, именно в Старом Крыму, чтобы музей там организовать. Энверби, мы услышали ваше предложение в резолюцию, это важное предложение. Я думаю, что когда мы будем готовить уже окончательный вариант резолюции, мы обязательно этот момент, который требует сохранения культурного наследия первой крымской столицы Салхаты, Старого Крыма, и, естественно, требования адекватного реагирования на правоохранительных органов по действию, связанных с нарушением закона о сохранении культурного наследия. Спасибо. Газиев, Зевит, пожалуйста. Мне кажется, Салхат надо показать в наших приложениях не как что-то такое единственное, а как элемент тотального уничтожения, как элемент тотального уничтожения всей культурного условия крымского и татарского уничтожения. Мы начинаем.